Экс-министр имущественных отношений области Вадим Меренков, два года назад сбежавший от следователей, дал первые показания в суде. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу Юрия Гамбурга. Обоих обвиняют в незаконной продаже муниципальных земель в поселке Чукриевка. В то время и Меренков, и Гамбург занимали высшие посты в городском департаменте имущественных отношений. Пока бывший министр два с половиной года был в международном розыске, бывшему вице-губернатору успели вынести приговор пять с половиной лет лишения свободы. Вадим Меренков сдался правосудию как раз тогда, когда в суде должны были рассматривать апелляцию адвокатов Гамбурга. И защита экс-заместителя губернатора очень рассчитывает на показания экс-министра. Он, в свою очередь, на допросе заявил, что в сговор с Гамбургом не вступал, ни с кем из покупателей участков лично не знаком, а часть заявок и вовсе рассматривали вне стен департамента. Решение по апелляции будет вынесено на следующей неделе. Еще одно уголовное дело теперь уже в отношении депутата законодательного собрания Хабулды Шушубаева передали на этой неделе в суд. По версии следствия, народный избранник украл более 100 миллионов удольщиков микрорайона Ясная Поляна. По заявлению представителей Следственного комитета, он потратил их на цели со строительством несвязанные. Амичи и не подозревали, что финансировали пополнение автопарка семьи Шушубаевых. За 3 миллиона 300 тысяч рублей депутат купил себе лендровер, жене достался Мерседес С-класса. Цена официальных дилеров в зависимости от комплектации от 6 до 17 миллионов рублей. Столько же стоят 17 квартир в микрорайоне Ясная Поляна. К тому же на деньги дольщиков Шушубаев ремонтировал эти авто. Депутат следил и за своим здоровьем. Напряженная работа требовала от него регулярного посещения бассейна. Заводные процедуры тоже было заплачено из кармана дольщиков. Парламентарий не жалел чужих денег и на семью. За учебу брата в ВУЗе можно рассчитаться и тоже не из своего кармана. Средства Мемичи Шушубаев платил и за аренду рекламных конструкций, а остальные деньги он потратил на то, чтобы решить финансовые проблемы другой своей компании Агротраста. Кроме этого, следствие подозревает, что от действия Шушубаева пострадал бюджет. По подложным декларациям государству пришлось возместить компании парламентария налог на добавленную стоимость в размере более 900 тысяч рублей. Но тяжелее всего пришлось банкам, которые работали с предприимчивым депутатом. Ее фирма получила более миллиарда рублей кредитов, которые не вернула. Все это не помешало Хабалдею Шушубаева переизбраться в региональный парламент. Вероятно, он пробудет там недолго, если суд вынесет обвинительный приговор по закону статуса парламентария Шушубаев лишится. Продолжение следует...